Семья финансового консультанта Мэтью Эммануэля купила дом на Статтен-Айленде 4 года назад. Со временем хозяин обнаружил на заднем дворе ржавый металлический ящик. Но он на тот момент зарос ядовитым плющом и прочей растительностью. Эммануэль подумал тогда, что в ящике, скорее всего, электрические провода и на 4 года о нем забыл. Весной этого года владелец нанял бригаду садовников, хотел посадить бамбук. Работой руководил Роберт Фоули по прозвищу Боб Бамбук. Конечно же, Боб заметил 60-сантиметровый ржавый ящик, он им банально мешал. Когда его достали и чуток отмыли, это оказался сейф. Нежданчик, правда? Понятно, что его открыли. Его содержимое удивило всех. В сейфе лежали пачки 100-долларовых купюр толщиной 7 сантиметров. Там было не много не мало, а 16 тысяч долларов. А под деньгами лежал мешочек с золотом, бриллиантовыми кольцами, серьгами и другими украшениями. Золота было так много, что Эммануэль даже решил взвесить свою находку на кухонных весах. Оказалось, что там было почти полкилограмма золота с драгоценными камнями. Макию не стал сразу звонить в полицию, как это часто бывает. Он решил сам провести собственное расследование. Внимательно посмотрел все украшения и на одной вещице обнаружил адрес, который принадлежал его соседям. Пошел к ним и узнал, что их ограбили в 2011 году. Да, ограбил их вор по кличке Ниндзя-взломщик. Позже его поймали и посадили на 22 года. Наш герой решил все вернуть пожилой паре. Журналисты понятно, что спросили. Why? Why? Он ответил, еще в субботу вечером я думал, что все оставлю себе, но уже в воскресенье утром, после того, как я выяснил, кому это все принадлежит, я понял, что попросту не смогу каждый день ходить мимо их дома, зная, что присвоил их вещи. Что тут можно сказать? Молодец, мужик, благородно. Субтитры сделал DimaTorzok